Всем привет! Меня зовут Оля Ермилова. Будем говорить сегодня с вами об отношениях между мужчиной и женщиной, больше о финансовых отношениях. Говорить мы будем не просто о каких-то мужчинах и о каких-то женщинах, не просто о том, как якобы нужно строить между ними отношения. Мы будем говорить о таких законах вселенских, энергетических, как это должно быть для того, чтобы отношения могли развиваться и для того, чтобы эти отношения могли быть счастливыми. Потому что, как ни крути, выживание двух особей мужского и женского рода не самая интересная затея и задача. И мы с вами видим, как люди женятся, начинают потом, ты мне это должен, а ты мне это должен, и это миллион разных претензий. Вот потом, сидя на кухне, подружки обсуждают, какой он козел, он обсуждает с кем-то, какая она коза. Каждый думает, как от кого припрятать деньги. В общем, мы совершенно не про эту историю и не про эту жизнь. Мы будем говорить с вами о той жизни, которую строю я, я надеюсь, что строите вы. О жизни, в которой мы хотим быть и максимально стараемся быть счастливыми, максимально стараемся наслаждаться этой жизнью, развиваться в этой жизни. И помнить о том, что жизнь — это не просто какая-то история про выживание, про то, как заработать деньги, чтобы заплатить за коммуналку, купить новую кофточку, детей отдать куда-то в школу и свозить на море. А все-таки про момент эволюции, про момент собственного развития, про момент кайфа, ощущения и осознанности. Вот как раз позиция осознанности, пожалуй, является самым главным, потому что осознанный человек — это человек, который задает себе вопросы. Это человек, который ищет ответы. Как, что для меня счастье, чего я в этой жизни хочу, к чему я стремлюсь, что я чувствую в этот момент и так далее. И, конечно же, отношения — это очень такой важный момент. Можно было бы сказать, что это стереотипно, что мужчина должен находиться с женщиной, но это не так, потому что мы действительно с вами чувствуем вот эту потребность быть с партнером, очень хочется кого-то любить, чтобы тебя кто-то любил, строить с кем-то какие-то планы, иногда рожать детей. Может быть, не у всех такое есть, тоже некая стереотипность, ну, в общем-то. И часто мы сталкиваемся с тем, что пара, когда она сходится вместе на каком-то моменте эйфории и любви, особенно если это происходит в раннем возрасте, да иногда бывает и не в раннем, потом садится, смотрит друг на друга и начинает выдавать кучу претензий. Причем, что самое отвратное зачастую это делает не в лицо. Он недоволен тем, что она много хочет, она недовольна тем, что он мало зарабатывает, он не дает ей зарабатывать, она ему не дает зарабатывать. В общем, у всех есть какое-то свое такое вот видение, и женщины, которые, ну, девушки, давайте так назовем, которые начинают заниматься развитием, осознанностью своей, вот, начинают понимать, что им тоже хочется каким-то образом развиваться, задают постоянно миллиард вопросов. Правильно ли я, что я работаю или неправильно? Правильно, что я зарабатываю, например, больше, или мне нужно перестать зарабатывать, иначе мой мужчина не сможет зарабатывать? Должна ли я как женщина напитывать своего мужчину? Как мне сделать из своего мужчины-миллионера? Мой мужчина меня старше или мой мужчина меня младше? В общем, это такая большая вот воронка всех вот этих вот моментов, И мы сегодня с вами будем об этом говорить и потихонечку раскладывать это на полочки, чтобы понять, что происходит. Мой личный опыт очень тоже интересный и своеобразный, потому что я жила всегда с убеждением, что нужно положиться, в жизни можно положиться только на себя саму. Я выросла в окружении женщин, своей мамы, ее подруг, которые постоянно обсуждали мужчинам, моего отца, моего отчима, которые достаточно унижали мужчин и были очень горды тем, что они в состоянии и сами прокормить своих детей, и сами в состоянии сделать и это, и то, и они все время на этом педалировали. И я, конечно же, как ребенок, который впитывал все как губку и очень любил играть именно там, где были мамины подруги, делая вид, что я занимаюсь чем-то другим, я, конечно, мне страшно все это нравилось. И я понимала, что жизнь это такая суровая штука, и мужики, они такие, и попухать любят, и погулять любят. Вот, и поэтому я должна сама зарабатывать деньги, я сама всегда должна иметь свою копеечку. И, в общем-то, вот на этих убеждениях я, в общем-то, и выросла. Позже у меня появились ряд убеждений, я наблюдала, как моя мама одевала там папу, отчима и ряд там брата своего, в общем, мужское окружение, как она их, значит, там наряжала, покупала им постоянно какую-то одежду. У меня по сей день вот это осталась такая манера, покупать одежду, значит, там, следить хорошо за своим мужчиной, а не за всеми мужчинами в мире. Но даже когда, помню, была девушка и встречалась с парнями, я тоже очень любила покупать им одежду. Вот, и такое материнство, знаете, во мне просыпалось. И, собственно, на этих убеждениях я очень чудесно вышла во взрослую жизнь и столкнулась со всеми теми историями, о которых я слышала. И нашла подтверждение, убеждение тому, что мужики гуляют и бухают, что рассчитывать нужно только на себя и точно нужно зарабатывать. И вот эта модель сильной женщины, которая, значит, там должна, если что, быть, она успешно жила во мне несколько лет до тех пор, пока я однажды не начала заниматься своей перезагрузкой внутренней. И именно в этот момент я встретила своего мужа. И муж мой был очень на этот момент, когда мы познакомились с первой, на 20 лет меня старше, женат, с деньгами, вот, и с таким очень мужским подходом. Мужским подходом, с заботой. И, конечно, меня этим сразил наповал, потому что на тот момент я уже понимала, что такое внутренние программы, убеждения. Я как раз проходила обучение на эту тему, я понимала уже, что я сама себе заваливаю всю свою жизнь, и пора бы расслабиться, и вдруг вот встречается мне такой мужчина, и все бы неплохо, доженат. Вот, я очень быстро эту историю сразу же поставила на место, сказала, нет, у нас не может быть с тобой никаких отношений, все в тебе очень клево, но как бы у нас не могут быть никакие отношения, потому что ты женат, и я больше, ну, не хочу. То есть я как бы сейчас вышла на правильное питание, да, на ПП в мужчинах, вот, поэтому ты мне не подходишь, прости, ты с майонезом. Вот, и он сделал такой поступок, в общем-то, он сказал, все, я тоже на правильном питании, я тебя очень люблю, ты особенная женщина, я хочу идти с тобой вместе. И мы вступили в этот потрясающий период, где я была женщина, где обо мне заботились, где мне все покупали, где, в общем-то, я стала тем человеком, которым никогда не была, и мне это страшно понравилось, прям очень сильно понравилось. Очень круто это все было, и, ну, мне понравилось, когда обо мне заботятся, мне понравилось, когда дарят подарки, мне понравилось, когда это был первый мой опыт, когда мужчина давал мне деньги, в кошелек ложил и очень по этому поводу переживал, значит, чтобы я там ничего плохого не подумала. Это было очень круто, учитывая, что это сразу же были уже отношения, он мне сделал предложение очень быстро, там через полгода у нас уже была свадьба, то есть я понимала, что это все очень классно и серьезно, и все было потрясающе ровно до тех пор, это где-то длилось чуть больше полугода, пока не случился финансовый кризис, и его бизнес резко остановился. И тогда я столкнулась вдруг вообще с такой историей, которую я ему не могла простить продолжительный период времени, потому что я вдруг оказалась вместе с ним, знаете, как Золушка, я вернулась в тыкву, я вернулась к своей маме с той квартирой, откуда я бежала, знаете, которая оказалась мне очень позорной, страшной, и мне было неудобно Сережу туда приводить, и вдруг мы там живем с ним, он взрослый мужик, но почему-то он живет у моей мамы, значит, я там пытаюсь отчаянно каким-то образом заниматься свадьбами, я понятия не имею, как ими заниматься, у меня был только что офис, он еще меня и офиса этого лишил, красивого, дорогого, потому что не стало денег, и, конечно же, я пережила очень серьезный стресс в свои 25 мне тогда было, потому что я уже говорила неоднократно, что отвратительно не то, когда у тебя нет, отвратительно, когда тебе дали и забрали, то есть вот это, это, ребят, прям вообще, вот лучше бы его никогда не было, думала я, как так, то есть вся вот эта палитра любви, в кавычках, к своему мужу в этот момент во мне воспылала, но у меня было всегда убеждение, с которым я росла, что у меня будет классная семья, росла я с ним не потому, что у меня была классная семья, скорее бы, что у меня ее не было, то есть у меня была классная мама, у меня был отчим, папа, там разные были отношения, тем не менее понятие семьи, там семейного обеда или там празднование Нового года, всей семьей, уважение к мужчине, у меня этого не было, мне не за что было особо уважать своих пап, Я их любила, но уважать нет, потому что я знала, что мама главная добытчица в семье, и за что я должна вообще этих мужчин уважать тогда. Ну, так я размышляла там свои 12, 14, 15, 18, и я хотела, чтобы у меня было по-другому. Я мечтала, чтобы у меня будет семья такая, знаете, где дети, дочки. Я всегда знала, что будут дочки, они будут очень любить папу, уважать папу, что это какая-то вот, у нас никогда не будет каких-то разводов, ссор. В общем, ничего этого у нас не будет, и тут вдруг я сталкиваюсь с тем, что проходят меньше годы, когда мой муж заикается о разводе, вот, и говорит мне о том, что он не в состоянии, видимо, быть рядом с такой женщиной, как я, и мне нужен другой мужчина, и он вообще не чувствует себя мужчиной, и, короче, здравуйте. И, конечно, это было очень серьезное испытание, потому что, я напомню, мне было 25, и до этого я не работала. Я была в шоу-бизнесе, то есть я занималась немножко другими вещами, у меня не было понимания, что такое есть работа, деньги как таковые, я зарабатывала порядка тысячи долларов. На то время это было, ну, не то чтобы ни много и ни мало, мне страшно, на все не хватало, и, короче, и тут я начала тратить тысячу уже в день. И, в общем, это был шок, это был шок, потому что начали сыпаться долги, ну, множество всего у нас начало накапливаться, и я, оказавшись в стрессовой ситуации, мой муж начал пытаться что-то делать, а я сидела типа с тем, что называлось свадебным агентством, потому что перед этим мы успели открыть мне красивый офис, с которого надо было срочно съезжать, ну, и уже мы съехали с него. И тогда во мне включилась программа вот этой вот женщины, которая сказала, так, подожди, ща, ща, мама спасала всю эту историю, и я это буду нахер спасать. Я ненавидела своего мужа каждый день много раз, честно вам скажу, внутренне. Это была очень сильная девичья обида, но, тем не менее, у меня была вторая модель, что я должна спасти эту семью, потому что у меня нету в плане развода, только в белых тапчиках тебя отсюда вынесут. И я включила в себя такую бабу, огонь, которая, значит, не знаю, что она творила, до сих пор у меня это очень загадочная ситуация, но я рыла, 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 и деньги начали к нам приходить через мои какие-то источники. У Сергея тоже были источники, я не скажу, что он был без денег, совсем нет. Но, тем не менее, это было очень сложно. И вот в какой-то момент, когда я осознала, что я начинаю перекрывать своего мужчину по энергетике, я начинаю сильно давить, я понимала, что ему со мной становится страшно, что я превращаюсь в человека, который говорит, так, слушай, деньги приходят через меня, я физически брала эти деньги, я физически распределяла эти деньги, я всё время не понимала, почему я должна эти деньги куда-то отдавать. И я поняла в какой-то момент, что всё, ну, то есть наши отношения начали настолько сильно прогибаться, что они просто этого не выдержат. И здесь, наверное, такая случилась первая моя, я вообще не знаю, зачем эту историю рассказываю, но случилась такая трансформационная моя часть, когда я поняла, что сейчас, если я эту модель не перестрою, я продолжу путь этой бабы, которая, значит, всё тащит на себе, и я потеряю своего мужчину, я потеряю свои отношения, которые, как оказалось для меня, когда я проанализировала и прошла стресс, что, ну, всё-таки мне бы этого мужчину не хотелось терять, потому что я его люблю, и потому что, ну, на тот момент, по крайней мере, тогда это был единственный мужчина, ну, и сейчас так осталось, но я имею в виду вот этот весь опыт, который был до него, это был единственный мужчина, который, ну, с которым я отважилась пойти дальше. И тогда начался наш другой с ним опыт. Долгий, длинный, мы 12 лет в браке, и в 12 лет мы совместно занимаемся бизнесом. Мы совместно занимаемся бизнесом каждый день, разным. Мы пришли большое количество всяких интересных историй в разных ролях, но, тем не менее, у нас было, естественно, много личных кризисов, много всего, это жизни, надо это понимать. И я точно знаю, что, например, если говорить о совместном бизнесе, то это явно не для всех, вот вообще не для всех, потому что здесь нужно очень чётко не просто понимать свои роли, а любить свои роли, потому что моя роль всегда была на виду, Серёжа на роль всегда. Я вот это, знаете, это тот самый, вот эта маленькая верхушка айсберга, которая, типа, все её видят, вот. А вот это вот вся, конечно, огромный этот плацдарм всегда был на Сергея, включая вообще всё, как радости, так и нерадости, потому что я как верхушка всегда, я могла там все деньги потратить, которые там внутри были и так далее. Вот у Серёжи всё всегда приходилось разгребать. Но, тем не менее, зачем я вам это рассказываю, я уже не помню, но поскольку мы сегодня говорим об отношениях, я вообще хочу сказать, что ни одни отношения не являются типичными. Это первое, то есть нельзя, по примеру, одних отношений построить свои, сказать, она так делала. Второе, например, если бы эти отношения я строила сейчас, а не тогда, я бы их не сохраняла, я бы не тянула. Вот эта Оля, она бы не делала то, что делала та Оля в 25. Не потому, что это было неправильно, а потому, что это другая Оля, это другое время, это всё другое, другое моё личное восприятие себя, жизни в целом и так далее. Вот сейчас я бы с мужчиной раненым, которого надо было там тянуть на плече, я бы не тянула. Но, наверное, я бы сейчас с ним поговорила по-другому. То есть это разные абсолютные истории. И, скажем так, я сейчас живу совсем с другим мужчиной, не из-за того, за кого я выходила замуж, как и он, живёт совершенно с другой женщиной. Поверьте, между теми нами 12 лет назад и сегодня, ну, в принципе, ничего общего нету особо. Если бы мы вдвоём не выросли, то ничего бы не произошло. И давайте, пожалуй, с этого начнём. Значит, в мире существует огромное количество всяких убеждений того, как всё должно быть. Мы на этих убеждениях выросли. Ну, типа того, что там мужчина зарабатывает, женщина хранительница очага, мужчина должен зарабатывать больше, женщина может зарабатывать, но зарабатывать только на себя. И женщина должна заниматься домом, она может подрабатывать, но это, в принципе, не ключевое, не основное. Всё это полная хуйня. Сегодня я могу об этом точно сказать. И абсолютно не имеет значения сегодня, кто зарабатывает, сколько зарабатывает, больше или меньше. Он работает, она работает, он с детьми, она с детьми. Имеет значение одно – как комфортно вам. И вот это первая точка, с которой я рекомендую вам начинать. Опять-таки, я ничему не учу, я не имею на это права, вообще не люблю это делать, я делюсь опытом. Вот. Вы сами его принимаете, какой-то, какой-то не принимаете. То есть мы не принимаем то, что я говорю, за абсолютную правду. Мы просто слушаем мнение Оли, которая сидит в малиновом свитере. Значит, моя позиция такова, что очень важно найти ответ на первый вопрос, как для меня нормально, как я хочу. Когда мы вступаем в отношения, чем более зрелыми мы вступаем, говорят, типа, меньше шансов на успех, мне кажется, наоборот. Почему? Потому что зрелость – это всё-таки понимание, кто я и чего я хочу. Когда мы вступаем в отношения незрелые, у нас начинаются конфликты, когда мы начинаем проявляться сами. То есть мы такие вступили в отношения, ты серенький, я серенький, да? А потом мы начали расцветать. Это как щеночки. Помните, как купил щеночка, оказался медведь? Вот такая же хрень происходит и в жизни. Когда вы с щеночком выходите замуж или жените, вы ещё не знаете, кто вы. И когда вы в процессе начинаете раскрываться, и вы понимаете, что вы вот такой, а вас представляют, что вы щеночек, и вам постоянно давят на то, что ты была другой, почему ты так изменилась, ты стала хуже. Да я нет, я медведем и была. Просто была мишкой маленькой, а теперь я большой мишка. Я этого не знала. Вот в этом происходит наша ключевая проблема. И два партнёра, это важно понимать, имеют шанс на успех, только в случае того, если они являются личностями, а они должны им являться, мы все являемся личностями, и если одна личность позволяет проявляться у другой личности. То есть вы из щенков, кого-то вырастаете, и вам важно друг на друга посмотреть и дальше понять, готовы ли вы жить вместе, готовы ли вы, есть ли у вас, помните-ка в школе, общий знаменатель какой-то, то есть какой-то общий знаменатель у вас должен быть, вы должны о чём-то договориться. Например, ты вырастаешь и говоришь, слушай, дорогой, я хочу работать, строить карьеру, например, или другое, я не хочу строить карьеру, я хочу сидеть дома, неважно. И он должен сказать, хорошо, я принимаю это, а я хочу это, и ты говоришь, да, мне это тоже подходит. В этом случае вы начинаете свой рост, и тут очень важно, чтобы у вас была какая-то ниточка общая. В моём случае у нас была такая история, мы вначале, мы были связаны, у нас так получилось, но мы не могли друг от друга оторваться, мы были связаны, потому что мы начали заниматься одним делом, и мы были связаны. Но плюс заключался в том, что мне очень нравилась моя роль, а Серёге в конце концов понравилась его роль. То есть он нашёл то, что ему нравилось делать, и поэтому наша нитка очень крепкая, мы её держим с двух сторон, и мы параллельно её поднимаем и опускаем. Поэтому мы очень мобильны вообще в том, что мы делаем, и очень классные, и поэтому мы смогли позволить себе убрать всех своих сотрудников, и работать вместе, и очень классно развиваться, и зарабатывать, и врасти, и в общем нам вместе интересно. Но если бы, например, не обязательно у вас может быть общая нитка, вы можете заниматься, у вас есть свой какой-то путь, а у него есть свой путь, но тем не менее вы делаете это параллельно, потому что как только вы делаете вот так, или вот так, вот представьте себе, например, вы женщина, или вы мужчина, вы начинаете, ну женщина, вы начинаете очень много зарабатывать, а ваш мужчина зарабатывает очень мало. Проблема заключается даже не в деньгах. Если вы, например, принимаете то, что да, ну так вот и нормально, и всех это устраивает, и все окей, меня это не парит, я люблю своего мужчину. Но идет еще такая интересная вещь, что когда вы начинаете много зарабатывать, у вас начинает меняться круг людей, у вас начинают меняться интересы и растут возможности. И очень часто, если ваш партнер, неважно сколько он зарабатывает, но ему не интересно вот к этому окружению присоединяться, ваша пропасть становится очень большой. То есть вы уже не в состоянии ее пройти, в какой-то момент вы понимаете, что он просто вместе неинтересно, вас ничего не связывает. Это не говорит о том, что плохо ему или вам или еще что-то, вы просто разные люди. Вы просто оказались в разных домах, вы друг другу симпатизируете, но ничего такого другого не происходит. Вот собственно и все. И тут первомоментно нужна максимальная честность. Максимальная честность по отношению к себе. Это не честность про то, что я там ему что-то расскажу или не надо ничего никому рассказывать. Это история про честность к самому себе и постоянному задаванию себе вопроса, как я себя в этом чувствую. Когда женщина мне пишет, вот мой мужчина не дает мне развиваться, он не хочет, чтобы я работала. Вот все истории про то, что хочет он или хочет она, для меня загадка. Вы ничьи не обезьянки, вы не овцы и вы не кто-то на поводке. И если вы позволили своему партнеру считать, что это так, то это ваша ответственность. И вам с этой ответственностью необходимо либо жить, либо разбираться. Садиться друг напротив друга и начинать вести диалог, разговаривая, что я хочу вот так, для меня это важно. Он говорит, а я хочу вот так. И вы договариваетесь. Если вы вдруг в какой-то момент обнаруживаете, что он видит вас, он вас видел плюшевым белым медведем, а вы оказались северным оленем, то и вы не можете с этим жить, то зачем тогда вам пытаться вместе жить? Рано или поздно ваше расставание произойдет. Опять-таки по причине того, что как бы вы другой человек и вы это в себе принимаете. Самое отвратительное, зачем я наблюдаю, это то, что люди годами пытаются друг друга переделать в корне. И оба этим недовольны. И оба считают, что это их жизненный выбор, на который они не могут повлиять. И это уже история про вашу личную, ну простите, недоразвитость, про вашу личную стереотипность, про вашу личную закомплексованность. Потому что, когда я говорю о том, что в паре две самодостаточные личности, это означает, что личность это осознанный человек. А осознанный человек, это человек, который задает себе вопросы, кто я, чего я хочу, чего я боюсь, что меня останавливает. Меня останавливает вот такой первый вопрос. Жили бы вы со своим партнером, если бы вы могли от него уйти? Если бы у вас была жилплощадь, если бы у вас были деньги, если бы у вас что-то было, то чего сейчас нет. Если ваш ответ – да, то это очень простой тест, который указывает на то, что вы со своим партнером просто из-за страха. Из-за страха того, что вы не можете с ним разойтись, потому что. Потому что единственная связывающая вещь ваша с партнером должна быть ваша любовь. Может быть не страсть. Помните, страсть – это то, что проходит там, да, какие-то такие эмоции. Но любовь – это когда я понимаю, что я с этим человеком, мне с ним лучше, чем без него. Что с этим человеком я могу молчать, дышать, обнимать, спать, есть, ходить за руку. И мне вот, вот мне с ним хорошо. Он меня наполняет. Финансовая сторона – это другая сторона. Она очень важная, безусловно. Но я считаю так, что, например, если мы с человеком условно дышим вне сон, на самом деле, то мы финансовые вопросы способны с ним решать. Потому что финансы, деньги – это всегда энергия, это наши личные убеждения, с которыми мы можем поработать. Но если ваш мужчина кричит, ты дура, ты постоянно много хочешь, что ты слушаешь, это все бред, нужно работать, нужно… Это говорит о том, что ваш мужчина сцит, простите за это слово. Он просто трусит, он боится, у него есть куча всяких тараканов. И если вы пошли на путь осознанности, а он не хочет этого делать, и у него только прут страхи, страхи – это нормально, в этом нет ничего постыдного. Но если мужчина это блокирует агрессией и не желает ничего с этим делать, то ничем хорошим это не закончится. Либо вы встанете в позицию жертвы, да, и вы будете говорить, ну ладно, я его люблю, придется, значит, мне перестать хотеть. Ну там, либо я не буду ему о чем-то говорить, в общем, вы что-то будете там скрывать. Либо вторая ситуация – это то, когда вы просто поймете, что вы не хотите с этим жить. Ну, не то, что с этим мужчиной, и ты это в том числе, а в этой ситуации вы не хотите находиться, вы устанете рано или поздно. И лучше, если это произойдет рано. Потому что чем позже вы это сделаете, тем больше у вас будут синяки под глазами и седых волос на голове. Вот, сиси ниже могут опуститься там, ну и так далее. То есть не надо этого ждать, это вопрос, как бы, ну он ничего не разрешит. Я понимаю, что да, я всегда об этом говорю, что сидеть и умничать, как бы с другой стороны экрана, это всегда очень классно, вот, очень здорово. И когда ты оказываешься сам в этой стрессовой ситуации, то, конечно, все происходит, ну, немножечко сложнее. Но, тем не менее, нужно это понимать и нужно с собой эти вещи проговаривать. Личности, партнеры должны развиваться в одном направлении. Это как бизнес. Если у вас есть договоренность, стратегия вашего бизнеса, куда вы идете, что, кто за что отвечает, где ваши точки соприкосновения, соприкосновения, тогда вы успешно двигаетесь, и тогда вы перестаете друг на друга. Что здесь вот, как понять, что в отношениях проблемы? Вы все, вы ссоритесь, вы обижаетесь друг на друга, у вас есть агрессия по отношению друг к другу. Если эти вещи есть, это ваши сигнальчики, что это нужно решать, на это нужно обращать внимание. И в зависимости от того, способны вы это решить или нет, это и будет диагнозом для ваших отношений. Можете вы их вылечить или не можете? Часто женщины говорят, спрашивают, Олечка, вот как поднять энергию своего мужа, ведь мужчины, да, давайте так, своего мужчины. Ведь всем известно, что женщина является сосудом для мужчины, она его там питает и дает. Да, это действительно так. И чем больше у женщины энергии, тем больше возможностей у ее мужчины переработать эту энергию и превратить это в деньги. Но если у вас, у мужчины есть слабый центр, если ваш мужчина не хочет этого, если он сам по себе другой, он ни во что это не переработает. Он переработает это только в отвращение к вам и в обиду на вас. Потому что вы чем больше будете желать, тем больше вы его будете бесить и он вас будет этим угнетать, он вас будет этим буквально пожирать, обвинять, что ты все время хочешь, ты меркантильная. Любая фраза вроде ты меркантильная, это комплекс и программа глубоко зашитая вашему мужчину. Причем она могла быть как зашита в детстве его родителям, он мог наблюдать за тем, как, например, папа приносит деньги, мама их тратит, а папа сердится и все время на нее наезжает. И говорит ей о том, что ты неэкономная и у него ненависть такая ко всем, к деньгам, к женщинам, он их денег больше из-за этого заработать не может, потому что он помнит, что все время из-за этих денег были проблемы. И он не хочет проблем, а значит он не хочет денег. Это может быть такая легкая история. И вторая история, это может быть, когда он сам себе это придумал, потому что он достаточно ленив, ему не нужны эти деньги, ему нормальный вот такой образ жизни. С понедельника по пятницу наработки до шести, потом там субботу с пивком с друзьями, ему так нормально, его уровень жизни его вполне устраивает. И тут вы такая, хочу больше, посмотри на эту, и он вас сразу мордой в эфир. Ты меркантильная сучка, ты значит там вот гадина. Любая агрессия вашего партнера или ваша, это всегда указатель на нашу с вами болячку. Помните, есть такая фраза, я не знаю, откуда она, кстати, взялась, может вы мне сейчас просветите, Юпитер, ты сердишься, значит ты не прав. Вот когда мы сердимся, это означает, что у нас внутри что-то, мы попали в какую-то боль. И важно понять, в чем она, в чем эта боль. То есть она просто так не возникает. И тут, пожалуйста, что бы я ни говорила о мужчинах или о женщинах, мы абсолютно равны с вами во всем этом. И если я говорю мужчина чаще, то только потому, что я женщина. Но это не означает, что мы, женщины, ведем себя как-то иначе. Нет. Абсолютно вот это зеркалит нас двоих. Вообще история о том, что мужчина там должен быть сильнее, или женщина должна быть сильнее, или кто там кого тянет, это вообще тоже старая устаревшая стереотипная программа. Убирайте ее нахрен. Точно так же, как женщина должна родить, а в 30 лет она старая роженца, вообще никто ничего, никому не должен. Давайте с вами, люди, которые живут в 2020 году, я надеюсь, перейдем в 2021, соображать уже, что вот эти все такие укоренившиеся убеждения, которые мы с вами абсолютно неосознанно, неосознанно, шаблонно повторяем, не имеют никакого отношения к нашей сегодняшней жизни. Никакого. Сегодня не имеет значения твоему партнеру сколько лет. Он тебя на 20 лет младше, или на 30, или на 30 лет тебя старше, или на 50 лет, не имеет никакого значения. Как женщина, которая в 12 лет в браке с мужчиной на 20 лет старше, я могу вам сказать, что ничего такого отвратительного в моей жизни не произошло. Мой мужчина потрясающе выглядит, мой мужчина может дать фору молодым ребятам во внешнем виде и во всем. И так далее. И это не означает, что взрослый умный, нет, взрослый иногда, я очень долго занималась воспитанием Сергея, вот, потому что детства было сильно больше. Юные мальчики есть сильно мудрые, не имеет никакого значения. Хватит строить вот эти клише. Кому, что, сколько. Да, сегодня очень частое явление, когда женщине 50, ее подружке 50, и она встречается с ее сыном 20-летним. Бывает и такое, и ничего страшного, и хватит уже закатывать глаза. Я сегодня забирала, кстати, детей со школы, и когда мальчики выходили из школы, вы знаете, и девочки. Девочки, я сначала думала, что это мамы. Они уже совсем другие. Вот я 20 лет назад закончила школу, и стоит принять то, что они совсем другие. Они уже взрослые, они уже большие, они уже не так юно выглядят, кстати, как выглядели мы. Нет, они еще ничем не наколоты, ничего, но они уже, видно, на герном уровне другие. У них другие лица. Помните, мы смотрим старые фильмы и видим, что у них другие лица. Вот у этих тоже уже другие лица. Они уже другие. Они другие. Мы со школьницами уже одеты на одном уровне, не по стоимости, хотя, может быть, и по стоимости, но по внешнему виду. То есть уже все, уже нет вот этого подразделения на дети, не дети. Я посмотрела на пацанов и думаю, ёпсер, какие они здоровые, какие они. И уже, знаете, и молоко у них на кубах далеко не у всех. Вот, поэтому нужно это принимать. Нужно понимать это, принимать, и как бы мир меняется. Поэтому женщина мужчину наполнить может. Но если мужчина сам по себе слаб, то это не проблема женщины. Это не говорит о том, что женщина что-то не то. Это говорит о том, что мужчина слаб. Ты как, знаете, сырьё у вас хорошее, а кофемашинка не очень. Вот и всё. И надо это понимать. И либо кофемашинке надо там апгрейдиться. Мужчина имеет и несёт точно такую же ответственность за своё развитие, как и женщина. Надо это понимать. Если раньше, например, говорили женщины, это мудрость, это там чакра, то сейчас у мужиков ровно столько же знаний. Они точно так же могут смотреть мои эфиры, читать чьи-то книги, смотреть чьи-то эфиры. И они это делают. И они это делают. И очень часто мужчина прикидывает, что я ничего не знаю и не в курсе, он сидит и смотрит. И в личку мне много мужчин пишут, слава богу, задают эти вопросы какие-то. Поэтому не надо превращать мужчину сейчас какого-то этого, да, я должна им руководить, быть его шеей. Нет. Вот меня вообще гораздо больше сейчас вдохновляют мужчины, которые сами хотят меняться, которые сами понимают, насколько это важно, которые сами хотят строить отношения с осознанной женщиной, с девушкой, которая понимает, разговаривает с ним. Потому что когда мужчина не хочет видеть рядом с собой осознанную женщину, это о чём говорит? Потому что ему страшно, у него есть страхи, ему нужен кто-то попроще, да, кто-то попроще. Вот чтобы не напрягаться, чтобы, во-первых, на её фоне чувствовать себя получше, во-вторых, не говорить ни о каком росте. Потому что да, например, быть такой женщиной, как я, это, конечно, ещё то испытание моему мужу досталось. Потому что это постоянный темп, это постоянное желание развиваться. Я вчера в эфире рассказывала о том, что в какой-то период времени, когда у нас были трудности финансового характера, в самом начале вот я вам рассказывала об этом, и в какой-то момент мой супруг, я очень там сначала давила на него, потом оберегала, ну вот такими, знаете, очень странными моментами занималась, как обычно, там, бьёшь, целуешь. И потом я хорошо помню, когда он начал обвинять меня, когда пошли деньги уже какие-то там с этих свадеб всех, и он меня начал обвинять в том, что сколько бы денег я ни зарабатывала, я всё равно буду их тратить. Он мне говорил, это невозможно, ты постоянно, тебе всё время надо, ты всё время, ты только заработала, поехали отдыхать, ты только заработала, надо что-то купить, ну невозможно, с тобой ничего не накопишь. И я ему сказала, что ты знаешь, да, да, наверное, нам нужно об этом поговорить, потому что если ты представляешь, что я когда-нибудь встану, или ты ожидаешь, что рядом с тобой будет женщина, которая будет сидеть спокойно, и которая в какой-то момент успокоится, то это не я. Но я уже чётко понимаю, что да, мне всегда будет что-то надо. Не потому что мне нужны всё время деньги, а потому что мне нравится всё время расти, потому что я не вижу эту жизнь как некий путь, который я должна календарно прожить. Я вижу эту жизнь как некие достижения внутренней прокачки, которые я хочу прокачать. И до тех пор, пока я могу ходить и дышать, я обязательно буду это делать, потому что представить свою жизнь в клацающий телевизор, или ленту Инстаграм, или даже, простите, читаю духовную книгу, это не моя жизнь. Я такая сумасшедшая бабёнка, всё время буду куда-то лезть. И безусловно, конечно, если ты не будешь лезть вместе со мной, то как бы, ну да, ни ты мне не подходишь, ни я тебе не подхожу. И мы этот путь прошли, это был такой наш длительный какой-то там этап, период, и когда Сергей сказал мне, ты знаешь, мне с тобой интересно. Вот я понял, что у меня были разные женщины, мне с ними было хорошо, замечательно, плохо, по-разному, никак, а с тобой мне интересно. Это, наверное, для меня самый такой крутой комплимент, который мне делал мужчина, гораздо круче, чем у тебя клёвые сиськи, или ты там ещё что-то круто делаешь. Всё-таки интересно, это вот сегодня для меня ключевое слово во всём, в бизнесе, в развитии, в друзьях, в месте, куда меня пригласили, там, дать интервью, там, не знаю, мне это интересно или нет? Почему мне интересно? Для чего мне это интересно? Что я могу для себя нового узнать, получить, открыть? Интересно. И я считаю, что с партнёром должно быть интересно, потому что бывает с ним по-разному. Бывает, что он тебя чём-то бесит, бывает, что ты себя бесишь, да, и тебя бесит, вот, ты превращаешься в ноль, в такой, в контексте не в том, что ты ноль, а помните, всё, что на ноль умножаешь, ноль. Вот тебя бесит что-то внутри себя, и что бы с тобой не соприкоснулось, или кто тебя бесит, всё равно всё. Но вот это интересно, когда я могу, я знаю, что я могу поговорить с ним на любую тему, в любое время, там, и я знаю, что у нас всегда есть точки соприкосновения, их очень много, огромное количество, огромное количество, мы можем поспорить, мы, может быть, не согласны, но, тем не менее, нам всегда вместе интересно. И это такой является, как бы, ключевой момент. Поэтому очень важно, чтобы каждый в вашем тандеме, в тандеме мужчина и женщина развивался и признавал другого. В противном случае, кому-то будет неинтересно. Когда мужчина говорит, я развиваюсь, а ты сиди дома, ничего не делай, а ты при этом не хочешь сидеть дома, то получается то, что он просто тебя сажает под колпак некий, но он всё равно будет искать ту, с кем ему будет интересно. Вы понимаете это? Что когда вы не развиваетесь, когда вы сидите и пытаетесь быть хорошей, вы перестаёте быть интересной, потому что ваши темы начинают сходить до уборки дома, до, не знаю, там, максимум салона красоты, детей, пелёнок. Мужчина кивает головой, делая вид, что ему это интересно, но он знает, что вы домашняя собака, он вас очень любит, он любит с вами спать, может, перелизаться и купать вас. Но вы собака, вы сидите дома, всё, и он это знает, всегда. Он свободный орёл, как говорит мой Сергей, я свободный орёл, а вы домашняя собака. И домашняя собака, как ни крути, рано или поздно может быть заменена. Ещё я вчера тоже говорила об этом, очень важный момент, что когда женщина развивается, по поводу денег, история про деньги – это не столько история про деньги, хотя очень часто это имеет значение. История про деньги – это как показатель того, насколько вы себя в этой жизни чувствуете реализованным человеком. Я могу сказать, что все денежные барьеры, внутренние наши, которые не дают нам больше зарабатывать, они как раз основаны на неуверенности в себе, на непонимании, какую пользу и насколько я могу принести этому миру. И до тех пор, пока вы не начинаете это делать и не начинаете в этом расти, вы не можете ничего поделать. У меня есть очень классный друг, Серёжа, с которым я познакомилась когда-то в Киа-клубе, когда я купила в кредит первую машину, Киа Пиканту. И мы познакомились с ним на вечеринке Киа. У него тоже была Киа, какая-то другая. И мы познакомились, было очень много людей, мы болтали с ним. И потом поддерживали какие-то отношения, дружеского характера очень быстро. Я потом вышла замуж, он, Серёжа, был женат, то есть ничего такого, мы симпатизировали друг другу, но не более. И сегодня уже прошло много лет, мы по сей день общаемся, и он президент крупной компании иностранной. И когда я с ним познакомилась, он работал в этой же компании с IT-связанным, маленьким достаточно человеком. И тогда, когда мы познакомились, ему как раз предложили перейти в эту компанию. Он построил карьеру сумасшедшую себе. И он сейчас очень состоятельный человек, он инвестор нескольких бизнесов там и так далее, и так далее. В общем, всё у него очень прекрасно. И для меня он один из тех примеров, когда вот обычный человек, который как бы не имел ни родителей, ничего, он просто работал на работе, он вырос. Но он мозгами всегда рос быстрее. Он всегда знал, понимал и разрешал себе впускать эти деньги. И это потрясающе. У меня, ну, не могу сказать, что очень много, но приличное количество таких людей находится в окружении. Это я говорю вам о том, что когда вы собой занимаетесь, развиваетесь, когда вы уверены в себе, и когда вы хотите в этом мире, находите, что вам нравится делать, и вы это делаете, деньги к вам начинают приходить. И барьеры финансовые уходят, и ограничители, которые держат вас в рамках зарплаты или какого-то дохода условного фикса, они держатся ровно до тех пор, пока вы, вот чем более вы внутренне закомплексованы и неуверены, тем меньше вы зарабатываете. И только сбрасывая эти комплексы, нарабатывая свой личный опыт, свою харизму, свое мастерство, вы начинаете расти и энергетически притягивать к себе деньги. Начинают открываться перед вами те возможности, которые раньше были закрыты. Что-то начинает происходить, а происходить начинает вот отсюда. И когда вы сидите дома, или когда ваш мужчина, ваш мужчина никогда не будет много зарабатывать, если он все время вот вас где-то там держит, ну, если он не только сейчас уже не олигарх, и просто такая, знаете, человек, который привык всех держать жестко. Мужчина часто боится, что женщина будет развиваться, именно потому, потому что она перестанет от него зависеть. Я знаю тоже историю очень богатых мужчин, вот сейчас в этот период времени, которые очень жестко контролировали своих женщин, разводились со своими женщинами и очень сильно теряли в деньгах. Это олигархи с заводами и пароходами. Я сейчас знаю такие случаи, и поверьте мне, когда мужчина расстается с женщиной, с которой он вырастил капитал, и относится к ней неблагодарно, Вселенная находит способ разобрать у него деньги. Но это не история про «давайте порадуемся, что ему плохо», это история про то, что женщина крайне неосознанно и херово к себе относится, не к нему, когда рядом с ним она находится, наполняет его энергией, он выращивает капитал, а она ни черта не делает. Потому что я вчера рассказывала о том, что очень распространенные истории, когда после 40 лет, особенно когда они прошли вместе, жизненный путь, мужчина уходит к более молодой женщине, это уже в принципе достаточно естественное явление. Во-первых, потому что люди просто друг другу надоедают, во-вторых, потому что начинается новый виток жизни, и в принципе она могла бы уйти и спокойно жить. Но женщина, которая не занималась собой, она себя в этой ситуации чувствует той самой собакой, которую вы просили. Ей может не столько тут мужчина нужен, может она его давно уже не любит, она к нему просто привыкла как к хозяину, но обида, как же так, я для тебя? Да потому что не надо ничего никогда делать для него, а он ничего не должен делать для вас, вы должны делать для себя. И когда, возвращаемся к началу эфира, когда две самодостаточные Личности развиваются, тогда им интересно вместе, а если они решают разойтись, они расходятся без обид, они расходятся без обид и без вот этой жалкой делёжки, я купил тебе сумку, а ты купила мне машину, я родила тебе детей, а во сколько ты оцениваешь это? И всё, и куча ненависти, говна. А почему ненависти, говно? Потому что оно внутри находится, потому что у неё множество всего нереализованного внутри себя, а у него множество обид за то, что что-то как будто бы она ему не дала, или не то сделала, или она была его матерью, или она его заставляла делать то, что он не хотел делать. Вот и всё. Поэтому каждый должен делать то, что он хочет. и женщина должна находить то, в чём она хочет развиваться, хочет быть художницей, дизайнером, не знаю, чёрнорабочим, строить карьеру. Не надо себя забивать ради каких-то отношений, потому что отношения – это то, что может закончиться, вы должны это принимать. Точно так же, как ваши отношения с детьми. У меня замечательные дети, я очень люблю все их соревнования прекрасные, я страшно стараюсь им в этом помочь, но я прекрасно понимаю, что в какой-то момент мне Алиса скажет, неважно, станет она олимпийской чемпионкой, у неё будет какая-то своя школа, или она вообще забьёт на гимнастику. Она мне скажет, мам, здорово, это Саша, мы будем с ним вместе жить, я уехала в Калифорнию, до свидоса. И я должна остаться в этот момент при своей жизни, сказать, «Да, Элис, всё здорово, замечательно», а не сказать ей, «Как же так? Я же всю жизнь на тебя положила, я же тут пахала, я же тут на твои соревнования, я же тут своей жизнью не жила, всё себя забило». Что это? Не забывайте о том, что каждый человек в вашей семье, ваш ребёнок, ваша мама, ваш муж, брат, вы все отдельные люди, и вы должны уметь жить друг без друга, и финансово в том числе. Вы должны знать, что что бы ни произошло, вы в состоянии. И дело не в том, что я что-то умею делать руками, а дело в том, что я нашёл, зачем я вообще рождён, в чём мой талант, что я люблю делать, и это приносит мне доход и удовольствие. И в этом случае вы будете богатеть очень сильно и очень быстро, потому что вы перестаёте быть жертвой. Потому что именно жертвенные оковы, они настолько нас закрывают с разных сторон, что мы постоянно пытаемся вот это вот всё для всех. Это я для мамы, это я для папы, это я для того, для мамы в университет пошла, для папы на балалайки научила играться, для мужа, не знаю, миньет научила играться. Ничего не для какого, всё для себя. Для себя эгоизм на первом месте. Убирайте историю о том, я очень надеюсь, будешь ты дошла до новой почты, она мне ничего не вернула. Значит, я очень надеюсь, что вы уже понимаете, что быть эгоистом плохо, это дебильнейшее старое убеждение, которое нам в голову всаждили. Просто быть эгоистом – это лучшее. Эгоизм – это любовь к себе. На первом месте любовь. Если вы не любите себя, вы не можете любить других. У вас нет любви. Любовь, она идёт вот отсюда. И когда вы не любите себя, когда у вас с собой постоянный конфликт, говорить о том, что вы где-то что-то можете сделать, ну как бы это всё время будут ошмётки и как бы всё, ничего другого не будет. Так, сейчас смотрю, что я вам ещё хотела сказать. Ну вот как раз вот эта история про мужчин, женщин и деньги, чем они очень связаны? Тем, что когда мы не можем себя выстроить в отношениях, понять своё место и научиться в этих отношениях, в которые мы себя хотим постоянно засовывать, быть там собой, мы, как правило, не можем ничего выстроить и с деньгами. Потому что, как я уже говорила, деньги – это такие барьеры, которые нас закрывают, они являются как бы нашими такими оберегающими. То есть мы говорим так, когда мы не можем построить отношения, нас там кто-то, типа, вот он мне не разрешает. Вот если он мне не разрешает, я так говорю, значит, я… Это говорит о том, что я перекладываю ответственность на кого-то. А как правило, мы очень шаблонно мыслим. Если мы перекладываем в отношениях ответственность на кого-то, то в деньгах мы тоже перекладываем ответственность на кого-то. Мы говорим, там, коронавирус, начальник мало платит, не хочет больше платить, говорит, я вот так работала, он не хочет мне больше платить. То есть наши вот эти паттерны поведения, они во всем достаточно шаблонные. И именно поэтому в жизни очень круто и удобно, что начиная тянуть за ниточку с любой историей, которая вас тяготит сегодня больше, будь это ваша реализация, ваша работа, ваши дети, ваши отношения межличностные, вы когда начинаете тянуть за ниточку, оно начинает подтягивать всё остальное. Потому что, поверьте мне, если вы высвобождаетесь, например, из отношений, в которых вы являлись жертвой, то вы на работе уже жертвой не будете. Это я вам точно говорю. То есть оно начинает со всех сторон рушиться. Ну, в хорошем смысле, разрушаться вот эти старые стереотипные какие-то связи и ваши модели мышления, шаблоны мышления, которые вас сюда и загнали. Но самое главное, то, что всему этому, почему так происходит, это всё наше шаблонное мышление. Это всё то, что женщина не должна высовываться, например, или женщина должна слушать мужчину, или женщина должна меньше зарабатывать, мужчина должен зарабатывать, женщина должна поддерживать мужчину. Вот это вот всё, это те кирпичи, из которых мы сложили вот этот дом, крепость, в которой мы сегодня сидим и не можем двинуться. И из-за этого у нас все проблемы. Вот, в принципе, и всё. И поэтому, так, сейчас сразу вопрос, когда мы не строим совместных планов, живём без будущего, партнёр сказал, жениться не хочет. Вопрос всегда не в том, что хочет ваш партнёр и чего хотите вы. И если вас это устраивает, то тогда всё замечательно. Ещё раз, в паре есть два человека. Вы знаете, моя дочь занимается бальными танцами, и я немножко начинаю соображать в паре, потому что я тоже начала танцевать. Так вот, для того, чтобы танец был красивый, если он делает вот шаг туда, то я должна пойти за ним. Если я пойду в разные стороны, наш танец не состоится. И он ведёт, я за ним иду, я принимаю такие правила игры, потому что мне нравится этот танец, к примеру. Вот в жизни точно так же. Важно, чтобы два партнёра шли по своему желанию, не чтобы он там тянул её как-то. Это жизненный танец. И поэтому нам нужно найти правильного партнёра, чей танец предложенный, который он нам предложит. Нам нужно захотеть танцевать этот же танец, посмотреть на него, оценить постановочку, выбрать костюмчик. И если это сложилось, тогда наш танец будет шедевром. Тогда нам будут хлопать, тогда мы будем с вами произведение это искусство, мы будем наслаждаться, мы будем любить танцевать. Но если это будет танец немного смешной, даже не смешной, а грустный для нас, он нам будет не нравиться, это будет отвратительно, мы в этот момент будем думать, быстрее бы он закончился, то зачем тогда, собственно, отдавать руку и соглашаться на этот танец. Вот, собственно, и всё. Поэтому то, что хочет партнёр, это классно, но вопрос, чего хотите вы? Женщины очень часто на это поддаются. Вот я была в Турции, моя подруга живёт там с турком, и она говорит о том, что он уже был в отношении, женат, и он не спешит туда. Она говорит, понимаешь, я как бы не могу тебе сказать, что я очень хочу замуж. Она ещё не была замужем, мы с ней одногодки. И она говорит, я не то чтобы очень хочу замуж, я понимаю, что это ничего не поменяет, но тем не менее, почему? Почему нет? Ну, для меня это где-то важно. И вот, понимаете, вот эта вот история такая, ну, почему женщина занимает позицию того, что я его понимаю, а он не хочет понять её? Если штамп ничего не меняет, но для неё это всё-таки что-то значит, почему этого не сделать? И очень часто женщины занимают вот эту позицию. В моей жизни самый лучший опыт был тогда, когда я переставала занимать позицию понимающей женщины. А когда я говорила, что, ты знаешь, да, наверное, да, ну, вот как было с моим мужем, например, когда я ему сказала, да, наверное, ну, у нас бы были, могли бы быть отношения я вот такие, мы бы могли поближе познакомиться, там, всё, но их не будет. Их не будет. То есть я себе сказала, что следующее отношение, которое у меня будет, их не будет с мужчиной, который будет несвободен. То есть да, ты сейчас несвободен, но ты можешь освободиться. Это твоё решение. Вот, поэтому, если я для тебя настолько дорога, насколько ты говоришь, окей. Если нет, тоже окей. То есть это не давля и ничего, это твой выбор, а это мой выбор. Я не хочу надавливать на себя или на тебя, мы каждый делаем, как мы считаем нужно. Всё, и мой супруг сделал очень быстро этот выбор, и всё, и всё сложилось замечательно. Вот, поэтому тут такой момент вот этой нашей жертвенности и страха, почему я говорю, работайте над собой. Есть не принципиальные моменты, какое мороженое выбрать, фисташковое или клубничное. Я в этом могу сказать, ой, выбери, какое хочешь. Но есть принципиальные для меня моменты, жизненные моменты, в которых я понимаю, что от того, какое решение примем, начнётся или не начнётся какая-то новая ветка. Вот, поэтому это важно, ну, важно. Не бойтесь, не бойтесь быть собой. Вот, к чему всё, да, я это рассказываю. Я в очередной раз подчёркиваю вам важность того, чтобы начинать с себя, важность того, чтобы раскопать ответы на вопросы, чего хочу я, какую жизнь я хочу, в каких отношениях я хочу, сколько я хочу зарабатывать, чем я хочу заниматься, как я хочу проводить своё время, как я хочу себя чувствовать, как я хочу выглядеть, что я хочу носить. Это очень-очень важно, потому что, когда мы начинаем полностью вот за ниточку тянуть и изначально создавать модель этого, нам становится понятней гораздо, что нам делать в нашей реальной жизни. Мы начинаем сравнивать, мы начинаем понимать, что, ёпси, вот это меня устраивает, а это нет. Мы начинаем видеть, какую жизнь мы на самом деле хотим. И самое интересное, что когда мы начинаем об этом думать, наши мысли начинают двигать нашу реальность. И это первые шаги. Конечно же, нам приходится много совершать в реальности, естественно. Но, когда у нас в голове есть, помните, траектория, когда мы посмотрели с вами по карте, как нам дойти и куда нам идти, мы с вами выходим и смело идём. А когда мы знаем, что нам нужно попасть на улицу Кочкина, а мы понятия не имеем, где это улица Кочкина, мы выглядим с вами немного странно, мы заходим домой и думаем, а стоит ли идти на улицу, на которую я не знаю, может быть, я подожду. И вот так выглядит наша жизнь. Я сейчас, за последний год, стала очень по-другому относиться к жизни. Может быть, это связано с возрастом, может быть, это связано с тем, что я стала гораздо больше получать удовольствие от жизни, от всего, что происходит в ней. Но мне стало жалко времени, то есть мне перестало хотеться, чтобы время проходило просто так. Помните, скорее бы 15-е число, скорее бы 30-е, у меня такого больше нет. У меня есть чёткое понимание того, что каждый день я хочу что-то делать, 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 я хочу идти, двигаться вот-вот-вот по чуть-чуть, по чуть-чуть по своему канатику и не откладывать. Поэтому я перестала вообще откладывать что-либо. Всё, что вот я чувствую, что мне нужно. Сейчас пройти обучение, прохожу книжку прочитать, прямо сейчас беру и читаю, программу посмотреть, прямо сейчас, встретиться с человеком замечательно, прямо сейчас. Прямо сейчас. Вот это такое моё сейчас главное правило. Раньше я искала отмазки, попозже, потом, не сейчас, я подумаю, на-на-на-на-на-на-на. А потом я поняла, что ай-яй, я не хочу. Мне не очень нравится упражнение про последний день в своей жизни, про последний месяц в своей жизни. Не хочу таких упражнений делать, но, тем не менее, научиться ценить сегодня, понимая, что от того, что вы сделаете сегодня, будет зависеть ваше завтра, и что для того, чтобы завтра изменилось сегодня, нужно тоже начать что-то другое делать. Это мега круто. Поэтому я, конечно же, приглашаю всех, кто ещё с нами не был, на Рерайтер жизни, потому что это самое увлекательное приключение, которое вы сегодня можете для себя сделать, подарить себе его и перестаньте откладывать это на потом и говорить о том, что вы сейчас не успеете. Это всё смешно, это всё жалкие отмазки, это всё, что вас всё время, это ваши барьеры, это ваше внутреннее сопротивление. Задайте себе вопрос, от кого я отгораживаюсь, я для кого эти барьеры строю, с кем я сражаюсь, от кого я пытаюсь прятаться, от себя зачем. Это же наоборот самое крутое, когда вы начинаете себя осознавать, когда вы начинаете с собой знакомиться, когда вы начинаете, да, вам где-то становится неудобно, да, вы где-то начинаете понимать, что ай-яй, что-то не то в моей жизни происходит. Это запускается трансформационный ваш внутренний процесс, но он мега интересный. Это очень круто, поверьте, он запускается на всех уровнях, и когда он начинает запускаться, это уже необратимый процесс, он пошёл, он пошёл. Да, это немножко страшно, да, бывают очень интересные разные ситуации, к которым мы не всегда готовы, но тем не менее, это начинает приближать нас к себе, не прятать нас от себя, как мы обычно это делаем, а приближать к себе. И поверьте, это мега крутое открытие. Я нахожусь в этом состоянии уже порядка 9-10 месяцев, сейчас не могу точно сказать, и это ежедневные открытия, это постоянные такие, очень интересные вещи. Вы начинаете меняться изнутри, вы начинаете меняться внешне, вы начинаете меняться, вы начинаете меняться, ваша жизнь, ваше окружение. Это очень интересно. И к чему это в итоге приведёт, зависит только от того, какую цель вы себе наметите, и куда вы будете двигаться. Вы стали более спокойны, это всё рерайтер, я понятия не имею, честно говоря, какой я стала, то есть это такой, наверное, процесс, который вы можете скорее замечать. Я не могу сказать, что я стала менее эмоциональная, но нет, я была, есть и остаюсь, у меня бывают разные состояния, конечно же, поэтому я не знаю. Изменения идут, что менять, я могу вам сказать по внутренним своим ощущениям, что мне стало сильно больше нравится жить, я стала гораздо больше радоваться, кайфовать, замечать, что происходит, в моей жизни, я гораздо стала больше думать о своих поступках, анализировать какие-то вещи, вот, если говорить о финансах, я стала гораздо больше зарабатывать, деньги стали приходить ко мне с абсолютно разных мест, вот, много каких-то таких штук, но у меня стали гораздо лучше отношения в семье, что тоже естественно, потому что Серёжа точно так же, как и я, практикуют, вот, у меня стало больше друзей, я точно знаю, кто я, что я делаю, что я хочу делать дальше, я знаю свои мечты, цели, какие-то кайфовые, то есть, очень много всяких штук, которые со мной происходят, безусловно, а по поводу спокойней или неспокойней, нахуй я могу послать легко, бутылку в голову я могу запустить, но скорее уже ради эмоций, нежели чем со злостью, вот, то есть, я не лишила себя каких-то вещей, которые мне очень сильно нравятся, точно. Значит, старт марафона 1 октября, продажи уже идут, вы можете приобрести сейчас участие в полной версии, либо вы можете попробовать, ещё продаётся пробная версия, её стоимость 5 долларов сейчас, вы попадаете в чат, вы попадаете в личный кабинет, у вас будет 4 дня в марафоне, вы напишите 2 главы своей книги, посмотрите хреновую тучу разных интересных видео, в общем, всё то, что получают абсолютно все участники, вы станете полноценным свидетелем всего этого. О марафоне сложно рассказывать, в него нужно попасть, для того, чтобы ощутить полноту всего кайфа, который там происходит, но точно могу вам сказать, что это потрясающе, если вы к этому готовы, то для вас это будет мега приключение. Так, завтра старт. Вот, спасибо, вы уже всё говорите. Не скромничайте, вы очень изменились, а мы с вами. Ну, вот то, что вы меняетесь, вот это я точно замечаю, всех участников марафона, кто активный, я вижу это изменение, которое действительно происходит, и их невозможно не заметить. Сама я тоже, наверное, меняюсь, просто я не могу это настолько отследить со стороны. Вот и всё. Так, вот, вы уже идёте, идёте с нами в марафон. Так, всё, сейчас мне уже показывают, что мы будем отключаться. Значит, спасибо всем огромное. Я, мы сегодняшний эфир записываем, так что он в любом случае сохранится, но я думаю, что и сейчас всё будет замечательно. Я надеюсь, вам было интересно. Как всегда, в качестве платы за этот замечательный эфир, я попрошу вас, после того, когда я его опубликую, оставить несколько слов в комментариях, для того, чтобы люди знали, смотреть его или нет. И, конечно же, я приглашаю вас на Рерайтер Жизни, тем более, что завтра у нас начинается старт, завтра начинается новый яркий, интересный период. И поверьте, он действительно может повлиять на вашу жизнь и изменить её самым таким непостижимым, необратимым и охрененно крутым образом. Всё. Люблю, целую, пух. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова